Проповедь Иоанна Предтечи Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн был величайшим из пророков. Он прославляется Церковью, как ангел и апостол и мученик и пророк и свечник и друг Христов и пророков печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и врожденных причестнейшей и светлой Слово-глаз. Еще до своего рождения Иоанн был предопределен к особой миссии. Эта тайна Божьего замысла была открыта Архангелом Гавриилом, отцу Иоанна Предтечи, священнику Захарии, когда тот совершал служение в Иерусалимском храме. Иоанн с юных лет жил не в городе среди людей, а один в пустыне Иудейской. Евангелист Марк так описывает внешний облик пророка. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс, кожаный на чреслах своих. Пищей ему служили растения и дикий мед. Когда Иоанну исполнилось 30 лет, Господь повелел ему идти в долину реки Иордан и возвестить всем людям о скором явлении в мире Спасителя и о том, чтобы все приготовились к Его встрече через покаяние и крещение. Иоанн пришел в страну Иорданскую и стал проповедовать. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он говорил о том, что полнота времен наступила, и на землю пришел ожидаемый Мессия, Спаситель мира. Давно уже еврейский народ не слышал пророческих речей, и вскоре долина реки Иордан наполнилась народом, который шел посмотреть на посланника Божьего. К Нему стремились люди разных званий и сословий, богатые и бедные, воины и крестьяне, книжники и фарисеи. Кто верил словам Его и каялся в своих грехах, тех Иоанн крестил в Иордане. При этом Он требовал от всех, чтобы покаяние было искренним и сопровождалось исправлением Себя и добрыми делами. Приходивших к Нему фарисеев и саддукеев, наставников иудейского народа, пророк встречал обличительной речью. «Порождение Ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Фарисеи ограничивались точным соблюдением внешних предписаний закона Моисеева, но не творили дел любви и милосердия. Саддукеи же, наоборот, не утруждали себя исполнением дел закона, но главное, они не верили во всеобщее воскресение, загробное воздаяние, бытие души и ангелов. В отличие от этих мнимых учителей, пророк Иоанн на первое место ставил нравственный долг человека. «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже», – говорил он. У приходивших к нему сборщиков налогов мытарей Иоанн требовал, чтобы они не вымогали больше положенного. Воинам рекомендовал никого не обижать, не клеветать и довольствоваться своим жалованием. Всех, кто принимал его слово, Иоанн крестил в водах Иордана. Перед погружением в воды люди исповедовали свои грехи. Пророк говорил им, что одного участия в крещении для прощения грехов недостаточно. Нужно принести достойный плод покаяния, который заключается в исправлении жизни и совершении добрых дел. Иудеи, видя силу слова Иоанна Крестителя, помышляли в своих сердцах, не он ли и есть долгожданный Мессия, и спрашивали его об этом. Иоанн всем отвечал, «И я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Тогда люди спрашивали его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, то с ней или я не пророк?» Иоанн говорил им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мною, но который стал впереди меня». О грядущем Мессии пророки возвещали давно. Но только Иоанн предтеча провозгласил, что дни его прихода наступили, и даже большее. Он стоит среди вас. В эти минуты, когда народ вопрошал пророка Господня, на берегу Иордана появился человек. Этим человеком был воплощенный Сын Божий, долгожданный Мессия, Господь Иисус Христос. Он пришел сюда вместе с другими людьми, чтобы принять крещение от Иоанна. Но вместо того, чтобы погрузить Спасителя в Иорданские воды, пророк Иоанн произнес, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И Господь принял крещение от рук Иоанна Предтечи. Не имея греха, Христос принял крещение покаяния. Этим Спаситель выразил свое единение со всем народом, грехи которого Он брал на Себя. Крещением Господним служение пророка Иоанна не закончилось. Он по-прежнему свидетельствовал о Христе, как о багнце, взявшем на Себя грехи мира. И это свидетельство не осталось безуспешным. Ученики Иоанна Крестителя Андрей Первозванный и Иоанн Завидеев стали первыми учениками Христа. Сам Господь сказал о Своем Предтечи, что из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. За святость, праведность и строгость жизни большая часть которой прошла в безлюдной иудейской пустыне, Святая Церковь наименовала пророка Иоанна ангелом пустыни. В богослужебной жизни Православной Церкви память пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна совершается еженедельно, каждый вторник. И отдельно, в особые дни, связанные с Его именем, еще семь раз в году. Этим Церковь подчеркивает величие и святость служения Господу на земле святого пророка и Крестителя Иоанна Предтечи. Он был послан, чтобы свидетельствовать о свете.